Конечно, сырые колбасы покупаем меньше. Больше идем на рынок, покупаем мясо и растягиваем. Больше крупы стали покупать, потому что они дешевле, чем там, допустим, не знаю что, вермишель, еще что-то. Соки не покупаем, варим компоты, напитки такие газированные тоже. С одной стороны, это и лучше, что мы не покупаем вредные продукты. Тортики мы печем теперь сами. А в плане одежды, может, вы в чем-то себя больше стали отказывать? Ой, больше, вообще, очень много мы отказываем. Тоже, когда у нас дети приезжают, то тоже выбираем подарки такие, ну, книжечку там подешевле, но с толком. Как бы таких конфет дорогих-дорогих мы не покупаем. Ну, скажем, кинотеатры отказываем, а в театр, если душа хочет, то тогда экономишь и все равно покупаешь билет туда, куда тебе хочется. Я стала больше ходить, потому что ездить дорого. А меньше мы ходим, допустим, в кафе, практически не ходим. Хотя хочется компанией встретиться, подружки, друзья. Вот, и там, допустим, если мы могли там пару раз в месяц, безбедно совершенно пойти в кафе. Просто не покупаются иностранные продукты, и все. Вместо иностранных яблок покупаются украинские яблоки. Бананы не покупаем, просто ребенку не даем. А одежда у них, слава богу, есть, пока не сильно. Игрушку ребенке дарят, короче, у них, их проблемы. За доллар мы здесь не покупаем. Ну, одежда, ничего не говорить, а на продуктах тоже. Да на самых необходимых. Если раньше батон брал, то сейчас пол батона. Если раньше булку хлеба, то сейчас четвертинку. Я больше в ликах, экономлю лики. Сейчас, после настава пист, я не экономлю. Хорошо, а может одежда? Ну, так, уже, ну, одежда не покупаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!